Приближается зима. Возможность купить зрелые и питательные фрукты сокращается. На прилавках красуются привозные ананасы и манго, лимоны и апельсины. В этих фруктах содержится огромное количество витаминов, поэтому родители каждый день спешат в магазины, чтобы купить своему чаду самое вкусненькое и полезное. Для этого торговые объекты делают все самое необходимое. Проводят санитарную проверку, определяют качество продукта. И только после тщательного исследования фрукт попадает в пищевую корзину. Однако не стоит забывать, что у каждого человека организм специфический, поэтому в разных случаях может вызвать разные реакции. Экзотические фрукты являются для нашего организма чужеродными. Мы не так давно стали видеть их на нашем прилавке. То есть для нашей иммунной системы это короткий период для распознавания чужеродного фрукта. И поэтому нет еще адаптации нашего организма к этим экзотическим фруктам. И сказать, что они очень полезны для нас тоже нельзя, потому что для того, чтобы фрукт был полезен, он должен быть спелым, он должен быть собран спелым. А собираются, как правило, эти фрукты недозрелыми, чтобы было удобство транспортировки. Желание оградить ребенка с помощью витаминов от заболеваний, которые в осенне-зимне-весенний период активны как никогда, не всегда лучшая идея. Ведь аллергия может появиться внезапно именно в тот момент, когда ее ждешь меньше всего. Также важно помнить, что много не всегда хорошо. Переедание зачастую вызывает аллергическую реакцию, которая может принимать разные формы. Организм ребенка не всегда готов к такой работе, а поэтому может дать сбои. Во-первых, конечно, более полезны те фрукты, которые произрастают в нашей климатической зоне. Те давно знакомые яблоки, груши, чернослив, который может быть у нас. И больше польза от этих фруктов все-таки. Ну а если хочется пробовать какую-то экзотику, то нужно помнить, что можно давать эти фрукты деткам не раньше трех лет. Потому что мамы очень часто увлекаются бананами до года. И если посмотреть даже по лабораторным тестам, проводимым на аллергическую реакцию на данные пищевые продукты, практически все дети, у которых есть какие-то высыпания, реагируют на данный фрукт. В детском саду номер 72 уверены, что благодаря хорошему и полезному питанию ребенок лучше работает на занятиях, быстрее обучается и чаще улыбается. Руководство сада проводит постоянный мониторинг питания детей, а для расчета полноценных завтраков, обедов и ужинов используют специальную компьютерную программу. К овощам и фруктам здесь свои требования. Их наличие на столах соответствует месяцу созревания. Также они должны храниться в специально созданных условиях. В детском саду номер 72 созданы все условия для того, чтобы дети питались правильно. Объем продуктов, которые дети получают каждый день, он достаточно разнообразный. Это и мясо, это и творог, это яйца, это и масло. Это позволяет выполнять натуральные нормы питания ребенка. Питание в дошкольном учреждении – это щадящее питание. То есть все то, что у нас готовится, готовится по технологическим картам, которые составлены специально для детей дошкольного образца. На сегодняшний момент мы переходим на использование программного обеспечения организации питания. Это программа по питанию, которая позволяет в максимально короткий день, время, минут 15-20 составить меню питания детей на день. Детское меню обязательно должно быть питательным, разнообразным и сбалансированным. Это поможет ребенку правильно развиваться, хорошо учиться и не болеть. Поэтому полезные фрукты следует вводить в рацион питания ребенка с первого года жизни. Но делать это нужно постепенно. В употреблении фруктов важно помнить золотое правило – все хорошо в меру. Однако не стоит забывать, что никакие витамины и никакие таблетки никогда не заменят настоящий апельсин или лимон. Берегите своих детей.